Все, Махабад подошла. Давайте выключим музыку. Музыка нам не нужна. Алло. Алло. Вот-вот, все, вас видно. Алло. Слышно, да? Алло. Да-да, слышно? Слышите? Видите меня? Да, я слышу. Махабад, слышно, да? Да-да-да, слышу, да. Ну, нам сегодня просто сделали рекламу с утра. Такой некий Юрий, это блогер-ютубер из Нью-Йорка, сказал, что нас нет, что предстоительство в Бишкеке закрыли. Вот, Махабад, расскажите, пожалуйста, вообще, что там происходило, вот какая ситуация была с МВД, с посредником, о которой я рассказывал. Но вы помните, да, что вот эта ситуация возникла, ради которой, благодаря которой мы приехали. И где вы сейчас находитесь, и как мы сейчас с вами взаимодействуем с клиентами? Давайте по порядку. С первого, что произошло, куда вы ходили, и что вы... Ну, да, давайте по порядку. Во-первых, мы не закрылись, а мы расширились. Мы поменяли офис, мы теперь недалеко находимся от прежнего офиса, потому что мы включили курсы английского языка, курсы немецкого языка, курсы по подготовке кадров. То есть мы расширились, мы сняли более дорогой, более, как бы, по квадратам больше офис. Вот, и мы в центре напротив Белого дома также находимся, как и раньше. Вот, что еще? По той ситуации, в которой вы меня предупреждали, я... Меня вообще в декабре, в декабре 16-го года, то есть уже под конец старого года, меня вызывали в органы, вот, и спрашивали про ситуацию с визами, с американскими визами. Но так как я в этом деле не участвовала абсолютно, там какие-то посредники брали деньги с киргизов, и эти деньги не доходили до Атланта, я знала эту ситуацию, я там написала, что я в этой ситуации не участвую, что у нас все нормально, все на законном основании, ребята подписывают договора, и в договорах прописаны услуги, сколько услуги стоят, вообще какие процедуры ребята должны проходить, Да, Махабад, такой вопрос, компания, которая в Москве, которую представляю я, как она называется, вот Катя вам сбрасывала реквизиты, что это за компания, которая зарегистрирована в Москве, от имени которой мы работаем? Услатлан, да? Да, да, да. У вас есть реквизиты, они оригинальные, то есть мы вам сбрасывали там... Да, 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 да. Нет, есть реквизиты, новые договора. Вообще, ребята все, те, кто заключали раньше договора, они перезаключили договора уже с новым предприятием, которое мы открыли, общество с ограниченной ответственностью Атланта, вот и там все нормально, мы отсканировали, да, все нормально. То есть можно взять этот номер УГРН, можно его вбить в Яндексе, в Гугле, и сразу выйдет наша компания, причем наш юридический адрес в Москве, на Новом Пресненском переулке, дом 3, он совпадает и с фактическим адресом. То есть офис существует и так далее. Да, а кто-то сомневается? Нет, ну это чтобы просто... Просто нам же рекламу делают, что у нас кто-то там закрыл и так далее. А, так вот, Махабат, такой момент, по Визам Сиванди, я знаю, что вы профессионально этим занимаетесь, какая сейчас ситуация? Ну ситуация, тьфу-тьфу, хорошая, она не поменялась в худшую сторону, несмотря на то, что там новые указы Трампу издает и кого-то не пускает, но у нас в январе ребята уже заходили в посольство, все получили визы, все присоединились с кораблями, все нормально. Отлично, а когда сейчас... Визы получали, да. А когда сейчас по срокам вот новая группа по Сиванди, то есть там же по месяцу, каждый месяц можно, да, или как? Или там определенный период? Нет, там же нету такого, чтобы по групповому заходят. Вот только что у меня девочки вышли, приехали с первых контрактов ребята, вот, и сейчас опять заходят для продления виз, для следующего контракта в посольство 14 февраля будет заходить парень, дальше где-то в конце февраля опять девушка будет заходить, вот в начале марта будут заходить ребята, то есть прям нет, абсолютно, там же не групповой заходят, там индивидуально ребята заходят, кто на первый контракт едет, кто повторно, то есть кто вернулся обратно, и идут, индивидуально они заходят, и дай бог все хорошо, визы получают, ребята едут, абсолютно проблем нет. Да, я понял, то есть, ребят, если у вас есть английский, и вы хотите подавать на эту визу, это очень классная виза, не иммиграционная, то есть если есть язык, то можно спокойно, мы можем вас спокойно отправить на Махаббат, если вы там из Узбекистана, или вы из Кургистана, тем более вам Махаббат, и человек профессионально этим занимается, как я говорил, вот такая огромная книга, в которой есть отзывы, это все, ну, очень классно. Вот, Махаббат, а то, что вот, я как раз рассказывал о том, что удобно, когда клиенты находятся в Бишкеке, и курируют легче даже для нас, когда они к вам приходят, вот как вот группа сейчас ребят, то есть вы их собрали, мы сделали онлайн-конференцию с ними, рассказали, показали, так же лучше, чем удаленно, то есть и вам удобно, и нам удобно. Ну, конечно, конечно, допустим, рекламу «Атланта» увидели ребята, да, с Киргизии, и почему-то нужно вылетать в Москву, там консультироваться, обратно возвращаться домой, принимать решение и опять ехать в Москву, вот, поэтому я считаю, что это очень удобно для ребят, сегодня тоже ребята прибегали через «Атланта», вот та база ребят, которых скидывала Катя, я с ними общалась, и они сами тоже согласны, что не надо пьется в Москву, а можно информацию получить здесь, и если возникнет, как бы, желание, желание получать эти визы и проходить эту процедуру, то мы здесь, мы умеем оказывать помощь, особенно по визам. Киргизам ребятам не нужно абсолютно ехать в Москву, чтобы получать эти визы, а потом проживать в Москве, тратить деньги на питание, на жилье, и ездить в Европу, а потом в Бишкек, это же какие деньги тратятся, поэтому здесь удобно, получили визы, вылетели отсюда, слетали, вернулись, мы опять работаем по следующим визам, и ребята, те ребята, которым я помогаю, очень довольны, ездят, и на месте, тем более на месте с шенген-визами, да и вообще с визами на месте здесь гораздо проще, мы помогаем и со справками, и забиваем в посольство, и здесь есть и кукулярный, который в посольство обратно привозят домой, то есть очень удобно. Да, я понял. А у вас компания тоже, она у вас официально зарегистрирована, да, то есть это ОСО у вас называется, да? ОСО у нас называется Workland, Work – это работа, land – страна, работа – страна. Я понял, то есть если взять, допустим, вашу компанию, номер, также везде можно ее прогуглить, посмотреть, работающая компания имеет все лицензии, разрешения и так далее. Конечно. Все, отлично. Еще такой момент. Понял, Махаббат, мы сейчас открываем новое направление по вам, это, как я говорил, это по поправке Лаутенберга, это статус пароля, если есть родственники, но это я вам сейчас расскажу, и мы сделаем по этому видео. Есть возможность уехать при лиге, по политике и так далее. Вот, ну, в общем, в принципе, я закончил, мы есть, мы сухостроим, вот, Махаббат, вот я. Так что, если там кто-то делает рекламу, нам, конечно, спасибо из Нью-Йорка, что нас там рекламируют, это здорово. Спасибо ютуберам, которые этим занимаются. Да, теперь люди знают, что мы есть. Подписывайтесь на наш канал, у нас два канала, один мы сейчас уже скоро благополучно сблокируем, нашу группу Facebook, на наш сайт usadefisvisa.com. И, кстати, Махаббат, я сейчас делаю отдельно по убежищу сайт migrantdefislawyer.com. Там будут исключительно вопросы политубежища, убежища, пароли в общественных интересах, ну и так далее. Вот, ну, в принципе, я закончил. Махаббат, прощаемся. Хорошо, до связи. Всем всего доброго, пока. До свидания.